Приветствуем вас на канале Наш Таиланд. Я Игорь. Я Ольга. Мы живем в городе Паттайя, делаем видео о путешествиях по Таиланду. А также делимся опытом проживания. Сегодня видео будет из дома. Таких видео мы не делаем, но почему из дома, вы поймете дальше. Почему решил сделать это видео? Мы купили еще одну камеру и кто-то может сказать, что вот делать вам нечего, когда тратите деньги, покупаете какие-то камеры, когда достаточно одной. В этом видео я постараюсь объяснить, почему. И для кого же будет это видео? Это будет видео для таких людей, как мы. Точнее, такие, как мы, были 6 лет назад, когда мы решили заняться видеосъемкой. Вообще, когда мы ездили в отпуск, у нас была вот такая мыльница. Мы делали только фото, а видео не делали. Ну, как-то я увидел, что здесь есть такая функция видео и решил снять видео. И мне понравилось видео. Я понял, что для меня больше подходит видео. Мне это более интересно. Когда переехали в Таиланд в 2018 году, эта мыльница у нас была, снимали на нее. Ну, какое здесь разрешение? 720 максимум. Ну, если говорить честно, я не знал, что такое разрешение и так далее. Мне казалось, снимается, да и снимается. И ладно. Какое есть видео, такое и есть. Какое там разрешение? Непонятно. Ну, прошло какое-то время, и тут меня навели на мысль, что есть-то, собственно, и другие камеры. Ну, и прежде чем продолжать видео, я хотел бы сказать, что нет универсальных камер. Нет таких камер, которые могут делать все. А вообще камер большое множество. И как же из этого большого множества выбрать ту камеру, которая вам нужна будет? Ну, вы же будете знать, что вы будете делать. Начну я с того, что есть цифровые камеры, есть зеркальные. Вот представитель зеркальной камеры Nikon. Есть камеры Action. Есть камеры Action. Бюджетные, вот как вот эта Aiken. И камеры уже не бюджетные, как вот эта GoPro 10. Также есть портативные камеры. Портативная камера, это вот DJI Osmo Pocket 3, на которую я сейчас веду запись. Но я потом поменяю камеру местами, я ее покажу. Вот эта новая камера, собственно, и есть та, которую мы купили. Но я продолжу по шагам, чтобы вы не делали таких же ошибок, как мы, и не тратили зря деньги. Купили мы после мыльницы вот эту камеру. На ней написано 4K. Она недорогая. Ну, относительно, недорогая. Две с половиной тысячи бат. Ну, где-то примерно шесть тысяч, шесть-семь, может, тысяч рублей. 4K. Да, она действительно снимает 4K. Но у нее эффект рыбий глаз. Как ни крути, все кривое, все косое. Какие программы я только не скачивал, чего я не накачивал. Бесполезно. Все равно все кривое. Стабилизатор никакой, нету, можно сказать. Потом приобрели вот эту камеру. Full HD. Написано, что она со стабилизатором. Да, уже углы прямые. Столбы не круглые. А прямые. Все нормально. Но, одна маленькая деталь. У нее тоже нет стабилизатора. Вообще, эта камера предназначена, чтобы снимать со штатива. Ну, и опять же, Full HD только. То есть, не очень хороша. То есть, вот эти две камеры, в принципе, куплены зря. Мы как-то в одну поездку поехали на север. И в комментарии нам наш зритель написал. Хорошо бы вам иметь хотя бы камеру GoPro 7. Чтобы, ну, красивые были виды Таиланда. Ну, и мы задумались, задумались, задумались. И решили все-таки купить. На то время камера GoPro 7 стоила 9 тысяч бат. То есть, вот эти вот две, если не брали бы, а купили бы сразу камеру GoPro 7, то мы бы вот эти 5 тысяч зазря не потратили. То есть, я к чему веду? Что, если вы уж собрались заниматься видео, то берите сразу порядочную камеру. Чтобы не покупать по несколько штук. Купили мы камеру GoPro 7. Проработала она у нас полтора года. И камере GoPro 7 где-то через полгода мы купили Nikon. Почему мы купили Nikon? Камера GoPro 7, это экшн-камера. Приближения никакого. Прекрасная стабилизация. Хороший цвет, но не приблизить. А Nikon приближает, восьмикратное приближение. То есть, приближает нормально. Так-то, когда делать влог, приближение особо не нужно. А когда едешь в поездку и к объектам, к которым невозможно подойти, не приблизишь, а Nikon приблизишь. Ну и вообще, чтобы можно было менять планы. Крупные, средние, ну и так далее. Поэтому мы купили еще Nikon. Через полтора года камера GoPro 7 утонула. Ну, как она утонула? Прочитал в инструкции, что она может погружаться там на 10 или 15 метров. На острове Хонг решил снять рыбок. Да там, может, и метра даже не было. И она пустила пузыри, короче, и все. Накрылась. Камера накрылась, но хорошо, хоть карта памяти осталась. Все, что мы снимали на Хонге, все, слава богу, осталось. Тут же срочно мы поехали в Краби, в город, я имею в виду. И там купили вот эту камеру GoPro 10. GoPro 10, конечно, по сравнению с GoPro 7, это уже совершенно другая камера. Держит горизонт. Такой же хороший стабилизатор. Держит хорошо горизонт. Что она еще может делать? Ну, широкий формат пишет. Ну, это не самое главное. Ну, и все. Начали снимать на камеру GoPro 10. Вроде прекрасная камера, прекрасный цвет, прекрасная дневная съемка. Ну, сейчас я покажу сравнение дневной съемки GoPro 10 и DJI Osmo Pocket 3. А также ночная съемка. И вы поймете, в чем разница между этими камерами. Вот перед вами дневная съемка. Я снимаю с крыши. Солнце светит. Ну, хороший солнечный день. Картинку не отличишь. Ни у той, ни у другой. Ну, абсолютно одинаковые. И совершенно другое дело в ночное время. Первый раз, когда я с крыши снимал камерой GoPro, я сначала не понял, в чем дело. Что оно все дергается? А дергается она, потому что не может работать стабилизатор. И вот совершенно другое дело, как снимает камера Pocket 3. Что еще делает эта камера? В режиме селфи сзади фон у меня размытый. Это не то, что камера типа не может навестись. Она фокус наводит только на меня, а там такое размытие. Ну, можно сказать, как киношная картинка. Что еще, какие проблемы в экшн-камерах? В экшн-камерах, я подчеркиваю, они сильно греются. Это первое. Поэтому необходима большая куча аккумуляторов. Греются они, ну, как и сам аккумулятор, так и процессор. Здесь все-таки в Таиланде жарко. На улице, когда снимаешь, когда снимаешь днем, естественно, солнечный день же. Температура 35, не меньше. Сама она черная, как видите. Даже если на нее не снимаешь, а просто идешь, руки держишь, она все равно греется. То есть, греется и может выключиться. А чтобы был хороший звук на эту камеру, необходимо надеть вот этот вот модуль. Я покажу, как он надевается чуть позже. Чтобы был звук. Да, в принципе, я сейчас покажу, что тут показывать. Так, вот, сейчас мы воткнем аккумулятор. Вот эти аккумуляторы Enduro. Это дорогие аккумуляторы. Эти, которые шли к камере GoPro. Они уже давно выкинуты и еще куплены. Вот эти аккумуляторы не разряжаются. Ведут себя хорошо. Одного аккумулятора хватает ровно на карту памяти, которая вставлена в камере. Вот так вот оно все делается. Вот эту штуку вот сюда. Дверку снимаем. Это чтобы был нормальный звук. В этом видео я о звуке говорить не буду. Я буду говорить только о картинке. Так. Ну вот, заработало. Вот сюда мы одеваем ресивер и соединяем его. Ну, в принципе, ничего тут такого особенного. Но из-за того, что вот это все прицепляется к аккумулятору, она начинает греться еще больше. То есть, пользовавшись два с лишним года этой камерой, встал такой вопрос, что нужна еще одна камера. Почему нужна еще одна камера? Ну, вы видели, какая ночная съемка? Это просто невозможно. Выйдешь куда в город, все ночью имеется в виду. Снять ничего невозможно. Все дергается, как непонятно. И вторая причина – это вот этот нагрев. Все камеры, конечно, греются, но это греется очень прилично. Что еще? Почему, казалось бы, не купить камеру GoPro 12, которая есть? Ну, смысла нет покупать. Если есть десятка, 12-ю камеру просто нет смысла. Там никаких изменений нет. Ну, кто-то может сказать, но на горизонте уже GoPro 13, может, они там что-то сделают? Да нет, все дело в том, что, может быть, они что-то постараются сделать, но я сомневаюсь, что у них может что-то получиться. Почему? Матрица здесь, во-первых, в два раза меньше, чем у Pocket 3. И самое главное, матрица здесь стационарная, она не двигается. Здесь чисто электронная стабилизация. Все на этом. Как они не будут делать, как они не стараются, ничего не выйдет. Вот вообще в рейтинге, да, грубо говоря, между собой конкурируют три камеры, три фирмы таких солидных. Первая GoPro, ну, все, наверное, знают, что это американская фирма США, что квартира находится в Калифорнии. Кстати, до некоторого времени я думал, что это китайская фирма. Нет, это совершенно не так. Это американская. Фирма DJI, у них есть как вот Pocket, это камера портативная, так есть и экшн-камера. Также она называется DJI Osmo Action 4, это последняя модель, четвертая. Думал я, думал, смотрел на эту модель, ну, если ставить ее в рейтинг, я бы ее поставил на третье место. На второе я поставил бы GoPro. И еще есть такая камера Insta360. Это тоже китайская фирма делает. Да, там они и уже искусственный интеллект сделали, чтобы можно было снимать при плохом освещении и в темное время суток. Но результатов никаких нет. Я бы не сказал, что они как-то сильно отличаются. И поэтому вот выбор пал на этот Pocket. Ну, сейчас я перейду на GoPro, чтобы показать вам Pocket, что это такое и немножко рассказать. Да, и вот это вот Aiken, камера. Это камера тоже китайского производителя. А вот эту мы брали красавицу, да, как ее называют, дудка. У нее нет производителя, видимо, кустарное производство. Ну, Nikon все, наверное, знают, что это Япония, фирма очень-очень, так скажем, в возрасте. Основана она в 1917 году. GoPro основана в 2002 году. Первая камера вышла в 2005 году. DJI фирма основана в 2006 году в Гонконге. Так, ладно, переключаю камеру. Ну, и продолжаем. Вот перед нами камера DJI Osmo Pocket 3. Это не экшн-камера. Если GoPro 10, на которую я сейчас снимаю, ее можно ставить на машину, на мотоцикл нашлем. Упала она в грязь, ничего страшного. Если пошел дождь, тоже ничего страшного. Ну, только я уже говорил, сильно под воду ее не надо, особенно в морскую. То мало ли чего. Эта же камера боится всего. И пыли, и грязи. И, не дай бог, она упадет. Это единственный минус. Это единственный минус в этой камере. Что она может? Во-первых, стабилизация. Если у GoPro, я уже говорил, что цифровая стабилизация, то здесь она как цифровая, так и электронно-механическая. Вот я ее сейчас поворачиваю экран поворотный. И вот мы видим, повернулась к нам, точнее не к вам, а к GoPro камера. Матрица здесь 1 дюйм. В отличие от камеры вот этой GoPro 10, здесь в камере GoPro 10 0,5, будем говорить. То есть в два раза меньше. Чем больше матрица, тем больше на нее падает света, тем лучше она, естественно, снимает. Эта камера еще отличается тем, что у нее много функций, которые она может делать. Я сейчас немного о ней поговорю, потом ее поставлю и покажу, что она может делать, в отличие от GoPro. Но почему же все-таки была первая взята камера GoPro? Ну, потому что она компактная и бояться, собственно, нечего. Упала, как говорится, упала. Эта камера уже более тоньше, то есть уже есть какой-то, когда опыт, можно уже и пользоваться этой камерой. Но она снимает немножко по-другому, к ней нужно привыкать. Что еще? Вы видели, когда я цеплял микрофон GoPro, то нужен ресивер. Здесь вот эти микрофоны, они подцепляются без ресивера, то есть не надо ничего на нее нахлобучивать. И нет никаких проблем. Можно сюда прикручивать вот такую штуку. Вот эта штука, вообще камера сама 14 сантиметров, то есть маленькая. Да, вот я специально положил рулетку, чтобы было видно. Вот, 14 сантиметров. Вот эта ручка, вот эта вот, она для того, чтобы прикрутить штативчик или поставить на штатив. Выключается она вот тоже поворотным экраном. Оп, и все. Так, сейчас я перейду на Pocket. Ну, вообще, вы, наверное, видите разницу съемки, да? На GoPro и на Pocket 3. Ну и вот продолжаю. Перешел опять на Pocket 3. Ну, вы видите, на GoPro сколько всего тут навешано. Ресивер, медиамодуль. А тут ничего нет. Да, по поводу микрофонов. Вот на один микрофон, что звук писался на GoPro, что на DJI Pocket. Перестраивать ничего не надо. По радиосвязи микрофон подключается через ресивер, вот, который у меня в руках, через ресивер к камере GoPro, а к камере Pocket 3 подключается по Bluetooth. То есть переключился на Bluetooth, подключился к этой камере, перешел на радиосвязь, отключил Bluetooth. Заработала эта камера. Панораму прекрасно также крутит. Зум в процессе прям съемки. Можно как прибавлять, так и убавлять. Панорама тоже самое. Тут джойстик у нее. Крутишь джойстиком, все идет ровненько. Еще вот селфи-режим, да? Следит. Я вот стою, смотрите, куда бы я ни пошел, она будет следить за мной. Вот я хожу. Также она следит и за объектом, ну, за человеком тоже. Не селфи, а развернуть ее, и там будет ходить сзади другой человек. И также будет за ним следить. То есть, в принципе, оператор как бы и не нужен. Что-то рассказываешь, что-то показываешь. Квартиру какую прекрасную решил продать. Вот рассказываешь, смотрите, как оно все хорошо. Это же просто супер. Вот так вот она снимает. Сама вот, видите, сел я и все. Она уселась. Да, к этой камере и к этой камере, конечно, нужны ND-фильтры. Так как мы живем рядом с экватором, солнце здесь жарит, страшно говорить. Поэтому необходимы ND-фильтры. Но они такие дорогие. Для GoPro фильтры есть, а эти идут к Покету. Ну и что еще я хотел сказать. Это покраска видео. Снимая на три камеры, а цвет у них у всех будет разный. Поэтому необходимо осваивать покраску, когда несколько камер. Но я не буду рассказывать, чего да как. Красится, чего не красится. Это уже в процессе. Ну и почему же выбираются все-таки не зеркальные, не цифровые камеры, которые, конечно, крутые. Ну, соответственно, и цена у них крутая. Ну, во-первых, вес вместе с объективом Nikon 1 кг 255 грамм. Представляете, как эту штуку с собой таскать. А вес GoPro 10, так, я не запоминал. Сейчас посмотрю, сколько это GoPro 10 весит. Так, GoPro 10. 170. Эй, GoPro 10 весит 153 грамма. Ну и, соответственно, габариты вы видите какие. Что тут габарит? 8 сантиметров. Покет 14 сантиметров, я уже говорил, а весит Покет 179 грамм. То есть, ну, что говорить о весе. И вот эти две камеры, они друг друга дополняют. Во-первых, перегрева никогда не будет. Во-вторых, эта камера может снять час-десять. Карта у нас стоит в этой камере 64 гигабайта. Но и аккумулятора ровно настолько хватит. То есть, час-десять, а это снимет в 4К 50 кадров, надо сказать. Это тоже в 4К 50 кадров. 58 минут снимет на карту памяти. И ровно настолько хватит аккумулятора. То есть, два часа съемки. Ну, аккумулятор еще, кстати, там есть сумки. Переставляя вперед. Кто-то может сказать. Прекрасная вещь. Камеры, камеры, камеры. Ну, смотри, у тебя на столе сколько камер. А я снимаю на телефон. Вы знаете, об этом тоже думалось. И, естественно, было просмотрено немеряное количество информации. Как на ютубе, так и на сайтах. Какой самый крутой сейчас телефон iPhone 15 Max Pro. Там стоят самые лучшие камеры. Из всех телефонов, я имею в виду. Ну, и проводятся сравнения. Например, DJ Osmo Pocket 3 никак не уступает iPhone 15. В ночную съемку. Ну, где-то что-то лучше, где-то что-то хуже. Но такая вещь, как при ночной съемке блики, артефакты, как это называется. Ну, вот зайчики. Свет отражается. Здесь тоже есть искусственный интеллект. И вот эти отражения, этот искусственный интеллект в этой камере гасит. После iPhone 15 идет Galaxy. Ну, что говорить о втором месте, когда, если первое место, в принципе, то же самое. Смотрел я не только русскоязычное видео на ютубе, но и англоговорящих. Там люди, конечно, при деньгах понятно, что. И там сравнивают тоже Pocket 3. И не одно я видео видел, кстати, с iPhone 15. Некоторые просто пишут. А что заморачиваться? Я купил и iPhone 15, и Pocket 3. Почему купил? Потому что, ну, телефон – это телефон. Не будем говорить о том, что вы начали что-то снимать, вам кто-то позвонил. Ну, это, говорится, Бог с ним. В конце концов, телефон можно отключить. Но его неудобно, во-первых, некоторые говорят, держать. Да, и две штуки лучше, чем одна. Все-таки в некоторых вариантах Pocket лучше. Да, и, собственно, если говорить о цене, тот же iPhone стоит от 1200 до 1500 долларов. И, не дай Бог, он упадет, и что-то с ним произойдет. Это так пишут люди. А там у меня бизнес, а там у меня все номера. А зачем мне это нужно? Ну, упадет Pocket. Pocket стоит 600 долларов. То есть, ну, не такая уж большая цена. И к этому Pocket еще берут какую-нибудь экшн-камеру. Ну, экшн-камеры 500 долларов. То есть, вот так примерно получается, что, как ни крути, iPhone все-таки это больше телефон, чем камера. Да, и в чем же Pocket 3 уступает iPhone 15? Он уступает фото. Ну, все-таки это больше камера. Да, и почему покупают Pocket 3, а пользуются iPhone, делают фото. Ну, и для тех, кто в России, маленькая деталь, я скажу о Pocket 3. Pocket 3 есть приложение MIMO. Ну, все камеры. Вот это GoPro. Прежде чем начать пользоваться, нужно зарегистрироваться на сайте. Тогда камера активируется и начинает работать. Приложение MIMO, оно не только активирует камеру, но через это приложение можно с камеры прямо на телефон, iPhone, что у вас там есть, сбрасывать всю информацию. Так же будет обновляться. В России, к сожалению, это приложение недоступно. То есть, вот так. Ну, это чисто для информации. Ну, наверное, я буду заканчивать видео на этом. В общем-то, все, что хотел, рассказал. Что хочу сказать в конце. Выбирайте каждый свою камеру. Но, всегда понимайте, чем лучше у вас будет камера, тем больше вы становитесь, точнее, тем больше вы начинаете понимать в этом деле, и вам будет хотеться еще какую-то камеру. А все делается так, что по шагам, по шагам, оно все лучше, лучше, лучше. Например, когда мы приехали в 2018 году, была только камера GoPro 12. Но между GoPro 12, ой, GoPro 12, ошибся, GoPro 7. А разница между камерой GoPro 7 и GoPro 12, это огромная пропасть. Я уже не говорю про Pocket, который может делать все, что хотите. Вот, смотрите как. На 360 не крутится, но смотрит, следит. Все как надо. Кстати, стримы через него можно делать. 4К делает стримы. Так что, все на этом. До новых встреч.